Вся эта водная гладь отнюдь не дон, а заполненные водой карьеры, заменившие леса и луга. Сам он на их фоне почти незаметен. Даже люторич вместе в падении выглядит куда более полноводным. Недалеко от устья есть остатки каменной плотины, появившейся, видимо, уже в 20 веке. Несмотря на кажущиеся обилие воды, в доню здесь впадает не так уж и много. Хотя, возможно, это всего лишь видимая ее часть. Не сильно преуспев у плотины, я двинулся ближе к устью. Тут дела начали постепенно налаживаться. Поначалу я все не мог понять, кто это так весело атакует мои приманки. Да еще так халатно засекаясь, хотя это могла быть и моя вина. Но долго ждать ответа мне не пришлось. Видимо, это место манило донских щурят, желающих поплавать в чистой воде. До стоянки было уже недалеко, к тому же наступил подходящий момент для завтрака. Поэтому я счел за благо пока что закончить знакомство с водной фауной. Субтитры подогнал «Симон»